Здравствуйте дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня у нас 19 сентября. Я нахожусь в санатории Ключи и вот сегодня я хочу вам рассказать, поделиться своими впечатлениями о том, как же мне здесь отдыхается. Санаторий Ключи это Пермский край. Ну как мне отдыхается номер? Сегодня поставлю наверное оценочки за прошедшие сутки. Номер я оценю на пятерочку, несмотря на то, что он небольшой, но я вам его показывала. Номер очень уютный, очень теплый и у меня круглосуточно открыта дверь балконная, панорамные окна и мне не холодно. То есть тут очень тепло. Пятерка за номер еще почему? Потому что я заехала 17 сентября вечером, пол пятого, а вчера 18 числа мне уже в обед поменяли полотенце полностью все, сделали уборку. Хотя я сказала, что мне в принципе пока не нужно ничего менять и делать уборку, потому что я только заехала. В общем-то еще даже суток не прошло. Но такая горничная у нас просто замечательная. Обязательно узнаю ее фамилию, имя, отчество. Поменяла мне, не поменяла, а принесла свежей водички. Минеральная водичка, ключи, чай, кофе, сахар. То есть все вообще умница, просто умница. Свежие полотенца. Горничная 5 с плюсом. Горничная, узнаю фамилию, имя, отчество, но она работает в корпусе Сапфир, четвертый этаж. Не знаю, возможно она на всех этажах работает, но я живу в 444 номере. И вот замечательная просто горничная, очень приветливая, приятная женщина. Спасибо ей огромное. Холл. Очень мне нравится холл у нас на этаже. Тоже его обязательно покажу. Огромный аквариум. И там просто селедки плавают. Такие красивые рыбки. Я вообще обожаю аквариумы. Очень люблю рыбки, рыбок, но тут просто какие-то необыкновенные рыбки красивые. Лифт очень хорошо работает, музыка даже в нем играет, пока ты спускаешься, либо поднимаешься. На этаж. Так, по питанию. Под питанию я поставлю тройку. Твердую тройку, почему даже без минуса. Хотелось бы мне, может быть, даже с минусом поставить троечку. На мой взгляд, готовят как-то здесь не очень. Ну, по крайней мере, я не повар, я готовлю лучше. Вкуснее. Это 100%. Почему не ставлю минус? Очень-очень хорошо готовят рыбу. Я так думаю, что повар любит рыбку. Слава Богу, что я ее люблю. И то есть мне как бы без проблем. Главное, чтобы была вкусная рыба. Рыбу готовят вкусно. Также свежие соки каждый день, напитков очень много, фрукты вечером обязательно. И на завтрак курага, либо салатик, такой, господи, витаминный, фруктовые салаты. Да, и что хочу сказать, за что минусы. Вчера взяла уху. Ну, просто никуда не годная уха. Я такую уху даже в советское время в столовых не ела. Просто ужасная уха. Выпечка вообще не такая. На мой взгляд, что выпечку вообще они здесь не пекут. То есть им ее, похоже, привозят. Я вчера взяла маленький круассанчик попробовать с маком. И мне показалось, что ему уже дня два, а может быть и три. То есть это вот не свежая выпечка. И, конечно, больше я выпечку брать здесь не буду. Хотя, в принципе, я и небольшой любитель выпечки. Но вот когда вижу булочки с маком, либо круассаны с маком, тогда я позволяю себе какие-то рулеты с маком. И, в общем-то, я разочарована. Выпечка невкусная. Что еще мне не понравилось? Порции просто мизерные. Вот я, как женщина, кушаю мало, немного. Мне достаточно. Но я даже вижу, что многие женщины просто заказывают прям несколько порций. Шведский стол, но сейчас же на раздаче стоят молодые люди. И вот на раздаче раскладывают эти продукты. То, что ты попросишь, блюдо какое, они тебе, в общем-то, накладывают. И вижу, что даже женщины по несколько порций заказывают. А мужчины, я вообще не знаю. Мне кажется, мужчина ни один не накушает, не наестся. Выйдет голодный. Вот с такими порциями, которые накладывают. Мне достаточно. Я просто так еще в целом, и так как, ну, снимаю, да, люди, которые будут выбирать санаторий, в который поехать, то вот, знаете, будьте готовы к тому, что вот в столовой, которая на все корпуса, я так понимаю, не люксовские это номера, питание на тройку. И вот если бы, если бы не отличная приготовленная рыба, я ее кушаю уже с первого дня, то есть с 17-го, как заехала вечером, рыбку попробовала. Вчера у меня целый день, рыбный день. И сегодня. Нет, вчера, по-моему, на обед я что-то брала мясное, и была разочарована, невкусно приготовлена. Да, я брала плов, совершенно сухой плов. И, в общем-то, ни морковки, там, ни лука, ничего. То есть рис и мясо. Мне не понравился совершенно. Так, что еще? По лечению, самое главное, по лечению забыла сказать. От лечения я, конечно, в восторге. И я вот думаю, что лечение, оно и перекрывает все вот эти вот минусы питания. Ну, я думаю, что в корпусе алмаз, где своя столовая, где люкс номера, там, наверное, кормят поприличнее. Я просто сравниваю, допустим, с той же башкирией. Когда я отдыхала в башкирии, очень вкусно кормили. Несмотря на то, что все тоже диетическое и паровое, но было просто замечательно, все и вкусно. Ну, и плюс еще в башкирии, конечно, кумыс. То, что я очень люблю. Вот. По лечению я осталась очень довольна. Вот сейчас у меня в 9.20 очередная процедура. Особенно вчера, что я сделала вчера? Я сделала влог. Это чистка крови лазером. Затем сходила на вытяжение позвоночника подводное. И хочу сказать, что вот после вчерашней первой процедуры я сегодня проснулась, и боль в спине, в пояснице я не чувствовала. Хотя это была первая процедура проведена. И в полном восторге, конечно, я осталась от СПА-комплекса, который находится в лечебнице Иргина. Это просто фантастика. У меня был вечерний сеанс, час. В общем, проходила я, что сначала 10 минут инфракрасная сауна, затем еще каких-то сауны, две забыла, также проходишь сухие. Принимаешь душ, затем джакузи и затем две мои любимые бани. Это хамам и турецкая баня. Я, конечно, была в полном восторге вчера. И плюс еще, что там новенького я для себя узнала. Там есть такой душ впечатлений называется. И вот после хамама или после турецкой бани туда заходишь, там такая прохладная вода на тебя льется. И очень приятно. И музычка еще какая-то играет. Ну, в общем, я в восторге. Вот особенно от этой процедуры термоспа называется эта процедура. Сегодня пойду, так как у меня основных процедур на сегодня всего три, я пойду еще осваивать новые процедуры, знакомиться с новыми процедурами вот в этом оздоровительном комплексе Иргена. И также с вами поделюсь. Сегодня у меня еще бассейн. Ну, и поделюсь своими впечатлениями. Пока я очень довольна. И мне уже даже очень-очень жалко, что один день у меня уже прошел. Одни сутки прошли. Да, можно уже сказать, что двое почти суток прошло. На этом я с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.